Каждый мужчина в возрасте от 18 до 27 лет проходит испытания военкоматов. Снова резуна! Снова призы! Снова толпы молодых богатырей русских понянутых приятных военкоматов. Эй! Эй! Да я не знаю, что я не знаю. Что ты делаешь? Мудренького, мудренького! Работать начинаем! Эй! Су, родичку! Да уйди ты уже мешаешь, ты тут! Эй! Армия! Солнце, смежный воздух, романтика! А сколько много интересного происходит там, весёлого! Эй! Помню, я в молодости лет 17 назад служил, на военном аэродроме. Тактически бомбардировщики, ядерные заряды. И вот решили провести учение. Приехал генерал, герой войны, вот и там какие-то офицерические штаты. Генерал всё говорил, я хочу посмотреть, что у вас происходит, не буду сесть в бункере. И поехали на звёздную полку. Сигналы на звёзд, самолёты улетают. И вдруг от бомбардировщика отправится какая-то маленькая хрень похожая на бомбу. И начинают прыгать по звёздной полосе. Все распрыгались. Во всякой герой они там. А генерал стоит и хохочет, как лошадь выживает. Хрень попрыгала, попрыгала, успокоилась. А детальшки вывезли из канавы, брязные как в спине, говорят. Генерал, а чё это вывезли? Не спрятались, а вдруг бы бомба взорвалась? А он и говорит. Она чего брят? Она же я. Эх! Вы же, а? Придёмники пришли. Ну что ты прапор за человек-то такой, а, не воспитанный? Ну сколько раз тебе дают? Стучи, прежде чем войти. Удавали уже. Мы сидим, посмотрим, чё это забрал. Благодаритель. Точно? Убью в этом году звезы. Так. Так. Вот это у нас тут. Сейчас посмотрим, так. Иванов. Я. Смолим. Петров. Я. Смолим. Дракула. Я. Не будем. А почему это Дракула не будет? Нам, парни, сосунки не нужны. Смолим. Смолим. И давайте пятым там по одному, что ли, а? А чего вы в кровём такой? Вырвыв. Ну, на вас рука беру? Детей. Ужас. Скоро, сэм, я. А, вот ты где. Ты кто такой вообще? Я. Майор. Да плевал я на тебя твоё? Я на ситуацию плевал. Так. Фамилия? Инвизис. Тебе фанкетит? Инвизис. Прослужит долг. Свободен. Фамилия? Фамилия. 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 Мой сын Эдич. Проходи, боец. Проходи, не стесняйся. Я, я как сразу видел сразу понял, что ты тот, кто вам нужен. Вы всегда ждали такого, как ты. Давай, я посмотрю сейчас. Гарпинчик. Вот он у тебя. Так. Стоматолог. Антигматизм. Ладно. Герург. Колес. Замечательно. Ага. Стоматолог. Гарри. Отлично. Родненький бой. Да мы всегда ждали такого, как ты. Как никто восхожден ко всем родам бойц. Ты будешь адский солдат. Представляешь, высаживаешься ты в тыл противника. На ощупь сгорбишься, ходишь врага. И поражаешь его харием. Как это, а? У меня здесь рейки минус 10. Ну как я могу быть годен копирайней вообще? Так, сними котёчки. Давай с родной. Такой глазик-каренький, трейденький какой-нибудь. И вот читай. Вот самую большую строчечку. Читай, что написано. Давай. В. О. Д. Е. В. Д. В. Ну вот видишь, ходим в это, мы всё. В. 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 Как стесисты? Ну? Одним меньшинком парни. Одним меньшинком парни. Одним меньшинком парни. Давай, не морозьте голову. В шесть утра в понедельник с вещами я сейчас не буду. Я это там не оставлю. Я оставлю на вас адвокатов. Давай, давай, давай. Давай, не ты первый, не ты последний. Давай. Эй! Ой! Ладно. Папа у нас знакомых мира. Я знаю, ребятницы, которые будут в сирене и больно крыть. Люблю я на боках портать. Летать! 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 А? С неба? Вот так вот. Летю я в псих, что ли? А, у вас не в псих, тогда добро пожаловать. Что у тебя в понедельник давать? Все. Молодежь пошла, а? Костяк! 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 Ой, какие люди там кодируют на адвокатов. Мистер Скачок! Вы все у нас тут за границей мотаетесь. Пора бы и в армия служить. Но! А что это? Вы давайте мне по-русски! Черт возьми! Мы там, вам не здесь! Вы гимнастики кончались! Девушки отдыхают. И, Дуянастом, Орековый, Глазкость! Мне уже! Поцелуйте меня! Он что с такими людьми делал? Я в этих вещах не знаю. Вы бы помолоть, и я бы его делал. Захотите! Ну, давайте, да! Ну, заходи, давай! Дорогой мой, что он там? А вот, ну, присаживайся, сейчас я ещё с ней поговорю. Здравствуй, мужчина, мне сказали, тут ты в армии служить можешь, а причину назови, папа. У меня голова болит. А, у тебя голова болит, и поэтому ты не можешь в армии служить? Что ты возьми? Ты чего тут выдумываешь? Голова и так болит, она болеть не может. Сидишь тут, понимаешь, перед старым майором, и так в дуку спросишь, вот смотри, вот человек, поступил в буст, закончил, поступил в аспирантуру, и опять буст в прах убьём, задавай бумажку. Всё, может быть, обозим. Вот это такой буст, парню мы его не возьмём. А ты у меня остановка хочешь служить? Стой, бас, всё, свободен. Следующий. Здравствуй. Здравствуй. Я очень хочу служить басе. Да? Ну, твой не шутишь, проходи. Здоровье, какие жалобы есть? Да нет, я полностью здоров. Как, даже кубкаслопия нет? Нет, я же говорю, я полностью здоров. Здравствуй. Что ты здесь не так? Кем хочешь варить? Лётчиком. Лётчиком. А летать-то ты умеешь? Нет, не умею. Ну, извини, браток, и судьба тебе будет лётчиком. Выбирай будь его сюда. Ну, тогда пойду в парло. А почему именно в футбол? Если я не буду лётать, тогда никто не будет лётать. Раборщик-сердёк! Убирите, нового яка, всё. Ну, не видите, старышку, нахуй в голову, дядя Твой. Вообще я говорил вам сколько раз. Сколько раз, сколько раз я вам говорю. Не пускайте у меня сумасшедших. Ну, ты что, хрят, что ли? Я? Не пиши. Эй, я на трибунал отдал. Иду. Вот, мы ещё тебя возьмем. Хрят, это я работаю. Ё-моё. Пойду лучше на завод. Заказчику укрой. ХР commitment Казать. Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Иван, Ваша кафедра меня вообще не вставляет. Я многоуважаемый человек, интеллигентный, и у меня всё костляет. Ваша конторка прислала моего сына в повестку, и представляющий теперь будет так. Если его заберут в армию, то он будет управлять этим городичкой, это вместо меня, если всё случится со мной, а? Вот эти стандыки, есть всё, что нужно, чтобы ты больше не бить. Какое моё вопрос? Попробуем вас? Ну всё, извини, спела, бить. Иначе будет. Я за вас не беру! Я её, это, не сквалифицирую. Знаете, у меня ведь тоже сын подрастает. Надо бы его отмазать. Тоже отмазать. АПЛОДИСМЕНТЫ